Советский приключенческий фильм «Неуловимые мстители» был поставлен Эдмондом Киасаяном на киностудии Мосфильм в 1966 году. Премьера ленты состоялась в апреле 1967 года. Впоследствии вышло еще два фильма «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». С момента премьеры первого фильма прошло почти 56 лет. Сегодня я хочу рассказать вам, как сложилась судьба актеров, исполнивших главные роли в этой картине. Для Василия Васильева работа в фильме «Неуловимые мстители» стала первой в актерской карьере. Его пригласили на пробу в Москву, куда он приехал из Владимирской области. На роль Яшки пробовалось 8 тысяч человек. Съемки были трудными. Актеру приходилось работать целыми днями, а некоторые трюки выполнять самостоятельно, без дублеров. После съемок во всех частях «Неуловимых мстителей» Василию Васильеву стали поступать предложения от разных режиссеров, не только советских, но и западных. Он не принимал эти предложения, считая другие роли тусклыми и неинтересными. В итоге актер не продолжил сниматься в кино. Василий попробовал играть в театре, приняв приглашение театра «Ромэн». В нем он проработал 7 лет. Одновременно с этим он окончил студию драматического актера. Уйдя из театра «Ромэн», Василий пришел в Лен-концерт и за 20 лет изъездил с ним весь Советский Союз. Василий Васильев исполнял под гитару цыганские романсы, бардовские песни и песни собственного сочинения. С 90-х годов певец и актер живет и работает в Твери, где заведует цыганским культурным центром. Сейчас Василию Васильеву 73 года. У актера и его жены две дочки, три внучки и внук. Виктор Косых впервые появился на экранах в 1964 году. Он снялся в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», в котором сыграл Костю. После Виктор Косых появился еще в четырех лентах, а затем его пригласили на главную роль в фильм «Неуловимые мстители». Виктор Косых учился в Викторовском погранучилище, а затем на актерском факультете в ГИКа. Фильмография актера состоит почти из 60 работ. Виктор Косых снялся в фильмах «Роса», «Пограничный пес Алый», «Диверсант», «Найди меня» и в других. В основном актер исполнял второстепенные роли. В последние годы жизни Виктор Косых почти не снимался в кино. Он играл в театре «Темп» при Союзе театральных деятелей. 22 декабря 2011 года актер умер в своей московской квартире от сердечной недостаточности. Виктору Косых был 61 год. Урна с прахом актера захоронена на Хованском кладбище Москвы. После съемок в трилогии про «Неуловимых» Валентина Курдюкова не стала продолжать актерскую карьеру. В 1970 году она поступила в цирковое училище, однако проучилась в нем недолго. Во время гастролей Валентина Курдюкова встретилась с молодым певцом Борисом Сандуленко, за которого вскоре вышла замуж. В 1973 году у пары родился сын, а вскоре и дочь. Валентина посвятила себя полностью семье. В 1991 году сын актрисы умер из-за болезни, не прожив и 18 лет. Супруги долго не могли оправиться от горя. Муж актрисы даже потерял речь и не мог выступать. Валентина Курдюкова работала буфетчицей, продавала газеты, делала все, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались. Семья преодолела все трудности, и вскоре у них все наладилось. Валентина и Борис ведут довольно закрытый образ жизни, радуются успехам дочери, которая работает в детском театре песни «Цветофор». Сейчас Валентине Курдюковой 71 год. Михаил Метелкин начал сниматься в кино в 1965 году, сыграв роли в двух фильмах, а затем его пригласили на роль в картину «Неуловимые мстители». Помимо трилогии Михаил Метелкин снялся в лентах «На пути к Ленину», когда наступает сентябрь и «Не хочу быть взрослым». В 1969 году он окончил в ГИК, где учился на экономиста. А в 1979 году Михаил поступил на режиссерский факультет в ГИКа и позднее снял три короткометражных фильма. С 80-х по начало 90-х годов Михаил Метелкин работал режиссером рекламы и документального кино. После он оставил все, что связано с кино, и начал заниматься предпринимательской деятельностью. Известно, что и сейчас бывший актер занимается бизнесом и любит путешествовать. 6 марта Михаилу Метелкину исполнится 71 год.